Идея о том, что наша планета является живым существом, не так уж и далека от истины. Среди ученых у этой теории есть свои сторонники. Этот ролик, составленный из фотографий экстремальных погодных условий, сделанных из космоса, производит просто колоссальное впечатление. Видео смонтировано студией научной визуализации НАСА на основе материала недельного наблюдения за Землей в 2005 году. Мысль о живой Земле поддержал известный ученый доктор философских наук Кузнецов. «Распространенное ныне в науке определение живого организма построено на чисто человеческой психологии», – писал он. «Из всех форм организованной материи к живым относят лишь те, свойства которых схожи со свойствами животных и людей. Формы же, существенно отличающиеся от животных по величине, продолжительности жизни, объемам потребляемой энергии, скорости, обменных процессов и т.д., официально наукой к живой и тем более к разумной материи не причисляются». Такой человекоцентризм завел науку в тупик и в отношении к планете, и в познании законов природы. Настоящий прорыв в изучении Земли как единого живого организма совершили английские ученые Хартман и Карри, открыв на поверхности планеты так называемую энергетическую сетку, которая впоследствии была названа их именем. Они же предложили версию, что благодаря этой сетке живая разумная Земля испускает и принимает некие сигналы, приговаривается с другими планетами, которые тоже являются живыми и разумными. Хартман и Карри сначала полагали, что сетка покрывает только отдельные участки земной поверхности, но последние исследования показали, что вся поверхность нашей планеты представляет собой сплошную энергетическую сеть, являясь по сути единым принимающим и передающим устройством.